Сегодня свой день рождения отмечает служба дознания МВД России. В производстве дознавателей, численных которых в настоящее время достигает 20 тысяч сотрудников, ежегодно находится свыше миллиона уголовных дел. Ими расследуются 145 составов преступлений, предусмотренным Уголовным кодексом нашей страны. И далее тема продолжит наш следующий сюжет. Сегодня, 16 октября, свои профессиональные юбилеи отмечают якутские дознаватели. Именно в 1992 году в составе милиции общественной безопасности были окончательно сформированы специализированные подразделения дознания и введена должность дознаватель. Перед началом опроса разъясняется вам в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации... А сам термин дознания был впервые употреблен в судебных уставах уголовного судопроизводства в 1864 года и определялся как первоначальное изыскание, проводимое полицией для обнаружения справедливости или несправедливости дошедших до них слухов и сведений о преступлении. Екатерина Чумакова является начальником отдела дознания, а эта работа, как вы понимаете, специфическая, требующая психологической устойчивости. В общем, сотруднику полиции любого пола по долгу службы, защищающему закон и других граждан, должна быть крепкая психика, чтобы правильно и с достоинством разговаривать с теми, кто нарушает закон Российской Федерации. А ситуации бывают самые разные. В подразделениях дознания на сегодняшний день трудится 168 сотрудников. Они у нас располагаются на территории всей республики, и самая большая по штатной численности подразделений – это у нас в городе Якутске. Практически 80% сотрудников – это у нас женщины. На их хрупких плечах и держится в основном наша профессия. То есть следователи занимаются тяжкими и особо тяжкими составами, а дознаватели расследуют дела по небольшой и средней тяжести. В целом у нас Уголовно-процессуальный кодекс 1, Уголовный кодекс 1, поэтому вся процедура расследования, она в принципе похожа. Кроме того, дознаватель, как и исследователь, имеет право применять в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. То есть после работы вы еще приезжаете и готовите? Ну, да, я стараюсь приехать в обед, потому что у меня дочь с первой смены учится в школе, чтобы приготовить обед и ужин сразу же, и на следующий день предусмотреть, что на завтрак. Честно скажу, это мое личное мнение, что работа дознавателя интересна и многогранна. Он ежедневно принимает решения, от которых зависит дальнейшая судьба человека. Что за лягушка? Ну, это мой символ, это то, что меня, скажем, спасает вечером. Я уже после семи выключаю свет, когда включаю настольную лампу, ставлю себе эту лягушку на стол, смотрю на нее и медитирую, можно сказать, что ли, как-то отстраняюсь от работы, стараюсь несколько отдохнуть, может быть, и с новыми силами за работу в этот же день. Я люблю, вот не знаю почему, мне очень нравятся статуэтки лягушки. А дома у меня лягушки, которые символизируют нашу семью. У нас, скажем, четыре лягушки, и они как раз вот такие, мама, папа, дочка и сынок. Поздравляю всех дознавателей с их профессиональным праздником. Крепкого здоровья, оптимизма, большого семейного счастья и успеха в благородном деле служения Отечеству. Уважаемые коллеги, от души поздравляю вас с днем дознания. Желаю вам успехов в семейной жизни, личной жизни, здоровья крепкого вам и вашим семьям. И желаю вам успехов в нашем нелегком деле. Желаю семейного благополучия, успехов в работе, в нелегком нашем труде. Если на сердце у вас будет спокойно, то и на работе все будет хорошо. С праздником, коллеги!